Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Сегодня немножко о неудачах, скажем так, ну относительных неудачах. Разговор пойдет про вот этот вот кустарник, на самом деле замечательный кустарник, который выглядит у меня не очень хорошо. Давайте по порядку и сначала. Это рябинник, рябинолистный так называемый. Всего в природе существует там, по-моему, около десятка разновидностей рябинника. Растет он в основном где-то там Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Китай, Корея, на Востоке в общем. Очень морозоустойчивое растение, зимостойкое. В принципе, его с успехом можно применять в ландшафтном дизайне. В чем прелесть его? Ну, не случайно называется рябинник, рябинолистный, потому что чем-то его листва напоминают действительно листья рябины. Хотя листочки более острые, дает ажурную такую листву, легкую тень, очень симпатично смотрится. Цветет, цветет в виде вот таких вот белокремовых метелок. В принципе, смотрятся цветы очень хорошо, при том, что тычинки у них длиннее самих лепестков, это все так воздушно смотрится. Но цветение достаточно короткое, буквально там 1-2 дня, и потом это превращается все вот в такие вот сухие, вот совершенно не декоративные пучки такие с семенами. Вот эти метелки, в принципе, привлекают огромное количество насекомых. Все время, когда он цветет, тут и муравьи, и шмели, и пчелы, и осы, в общем, все тут вокруг него кружится. Листва вот это вот, сейчас она такого светло-зеленого цвета, весной, когда она распускается, она такого розоватого цвета, с оранжевым таким каким-то отливом. А осенью, вот сейчас, когда уже похолодает, она станет желтой и с красными оттенками. Кустарник растет достаточно быстро, он вырастает, в принципе, за один сезон до двух метров. Ну, вот у меня как раз тот самый вариант, когда неудача, как я говорю. Дело в том, что кустарник совершенно неприхотливый, в принципе, вот почва, ему совершенно не нужны никакие облагороженные, вот прямо в землю, в обычную, в садовую, неухоженную, ну, бедную, как у меня в данном случае, песчаную, можно сажать, и он будет расти. Но ему обязательно требуется полива, вот этого я не учел, когда сажал его здесь. Здесь такое место поливается там от случая к случаю, а он этого не любит. Вот, когда поливов мало, когда влаги мало, регион засушливый у меня, ну, он сильно не отрастает, не то, что два метра, он вообще, видите, фактически сидит на месте. Да, новые побеги образовались, ну, где-то полметра длиной. Листвы мало, листва пожухлые, вот это я уезжал, она вообще посохла. Вот поэтому я и говорю, что неприхотливый, но тем не менее, скажем так, нужно искать ему другое место. И вот сейчас, собственно говоря, я этим и займусь, вернее, конечно, я место уже нашел. Почему я сажал изначально здесь? Потому что когда-то здесь я планировал, у меня за спиной там небольшой котлованчик вырыт, делать водоем. А рябинник рябинолистный очень хорошо смотрится в композициях с водой. Ну, теперь уже идея с водоемом трансформировалась в нечто другое, водоем будет в другом месте, если он будет когда-нибудь. Рябинолистный рябинник, вот отсюда я буду убирать. Куда? Ну, опять же, возвращаясь к принципам пермакультуры, опять же, к той же книге Билла Моллисона «Видение в пермакультуре», я уже несколько раз про нее рассказывал. Он советует то, что требует ухода, сажать где-то на расстоянии вытянутой руки, чтобы это можно было часто ухаживать, чтобы это можно было постоянно за этим ухаживать. Но я долго думал, где это, и потом подумал, что самое лучшее место – это череночник. Ведь череночник практически каждый день, особенно летом, приходится поливать и увлажнять. Я подумал, вот обсажу-ка я череночник свой новый, я в этом году буду его расширять, вот этим самым рябинником, рябинолистным. Он будет получать достаточное количество воды, при этом расти он будет быстро. Повторюсь, за сезон, в принципе, он до двух метров способен вырасти. Отлично переносит стрижку, из него делаются отличные живые изгороди. И вот эти живые изгороди, посаженные по торцам этого самого череночника, будут отлично прикрывать вот эти молодые, фактически, растенец, которые только-только корешки отпускают. Будет прикрывать и от солнечного света избыточного, и от ветра от какого-то. Ну и даже, собственно говоря, прикрывать от иссушения почвы. Он сам будет хорошо в этой почве жить, и плюс будет укрывать эти самые череночки. Поэтому я сейчас уже начал, собственно, выкапывать. Вот сейчас у вас на глазах выкопаю очередной кустик и перенесу на новое место. Ну вот, мы уже на новом месте. Давайте я перед тем, как сажать его буду, рассмотрим более внимательно. Корневая система довольно мощная, несмотря на то, что воды получал мало, тем не менее, развился серьезно так. Это мне прошлой осенью дали небольшие деленочки такие. Я их посадил, и все-таки они выжили этим летом. Ну, полива было мало, повторюсь. Вот в чем недостаток. Рябинника рябинолистного – это образование корневых побегов. Вот таких вот. Вот уже, пожалуйста, один проснулся и начал расти. В принципе, это недостаток, но можно его обернуть себе на пользу. Если у вас участок имеет склоны какие-то, если вам нужно какие-то откосы закрепить, высаживание именно вот таких растений с расползающимися корнями позволяет удержать почву. И позволяет этой почве не стекать вот с таких каких-то участков, которые под углом. У меня такой проблемы нет, у меня проблема другая. Мне нужно сделать живую стенку. Повторюсь, стрижется хорошо, живые изгороди из него делаются просто великолепнее и быстро, что самое главное. Очень важный фактор. Дело в том, что рябинник рябинолистный – это растение, которое выделяет специальные вещества, которые убивают болезнетворные микробы, фитонциды так называемые. То есть оно еще и полезно для здоровья. Ну и еще один фактор очень важный. Череночник где расположен? Естественно, в тени. А рябинник рябинолистный отлично выдерживает тень. Он отлично разрастается под пологом других деревьев. Поэтому это место для него как бы сам Бог велел. Вот я уже высадил здесь раз, два, три, четыре. Это будет пятый с этой стороны. А с той стороны там немножко длиннее будет, там штук восемь, а то и десять я высажу. Вот так с обоих сторон я горжу свой участочек. Вот этот, где будут расти черенки. Они будут укрыты, особенно зимой. Вот эта стеночка будет задерживать снег дополнительно и может быть препятствовать ветру. Ну вот, сажать собственно тут не сложно. Ямку я выкопал, поставлю, засыплю землю, естественно залью. Потом показывать вам этого не буду. Это не принципиально. Все сухие ветки, все отсветшие какие-то побеги, все это я поудаляю. Ну вот, собственно, такое интересное, симпатичное, совершенно неприхотливое растение, за исключением полива. Я вам сегодня показал, смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мой блог, на фейсбуке сад Ежедневный Уход. И помните о том, что в саду всегда можно найти место растению. Главное правильно выбрать, пускай не с первого раза. Продолжение следует...